Друзья, привет всем! С вами Диодант. Сегодня мы возвращаемся в Total War Attila. Это наша компания за товарищей Ютов. Я принял решение все-таки распустить флот Ужас Пучины по одной простой причине. Я не думаю, что у нас будут какие-то морские баталии, морские сражения на территории вот этого моря Балтийского, поэтому принял решение его распустить. Давайте мы с вами также наймем себе уже отряды топорников. В отчасти решение связано с этим, потому что мне необходимо сейчас получить деньги на содержание этих войск. После чего мое войско Берсерки Ужаса, оно сейчас, скорее всего, будет заниматься восставшими. Возможно, ну я бы, знаете, подождал один ход, чтобы восставшие стали посильнее, у меня чуть улучшился общественный порядок. Но придется мне бить их сразу, ибо мое положение тут шаткое. Не ясно, смогу ли я оселить там полную армию до получения подкреплений. Надо, ребята, сидеть на попе очень ровно и никуда не суетиться. Давайте мы с вами закончим ход, посмотрим, что будет дальше. Пикт, конечно же, опа, они уже взяли и колонизировали Кариней, что самое удивительное. Вот, то есть, все то, что я там говорил по поводу, там, знаете, своих, то, что пикты учитывают мои интересы, это оказалось не так. Пикты просто взяли, наплевали на меня. Видимо, они поняли и почувствовали свою силу, что можно теперь, значит, вести свою собственную политику. Но я этот моментик запомню на будущее. Сейчас пока что пикты очень сильно доминируют в этом регионе, как вы могли заметить. У них три фулл армии, но куда они там уйдут, я не знаю. Скорее всего, они топают грабить дурак Артуром, я же здесь остаюсь ни с чем и, по сути, сосу лапу. Но у нас есть одно преимущество. Мы-то с вами находимся за морями, за океанами, как говорится. Ребятки еще не знают, что я оттуда могу подвести свои подкрепления. Давайте мы с вами попробуем добить все-таки этих восставших британцев. Но до тех пор я, наверное, не смогу здесь получать себе передовое развертывание, подкрепление и прочее-прочее добро. Мы с вами добиваем восставших британцев. Решительная победа, пополняем отряды. Ой, даже не знаю, может быть, нам стоит просто взять и в море свалить. Ибо там я хотя бы не буду нести потери от голода. Но, впрочем, у нас восстание опять сейчас возникнет в кому ладоня. Пока мы не решим этот продовольственный вопрос, тут так и будет проложаться вот такая вот непонятная вакханалия. Далее, в Алабу мы с вами нанимаем себе еще четыре отряда скандинавских топорников. Этого, я думаю, будет достаточно. Возьмем себе полководца и отправим его на помощь на территории Британии. Далее, пикты, скорее всего, потопают у нас в Дуракартурум. То есть они мне, знаете, постоянно начинают мешать, закручивать свои гайки. Они не дают мне развиваться так, как я этого хочу. Они постоянно, знаете, влезают в мою сферу интересов теперь. Мне это, естественно, не нравится. Досадно, что нет у меня, к сожалению, хорошей такой, знаете, качественной разведки для того, чтобы просто следить за их войсками и успеть опережать их на один ход. То есть они, условно говоря, ушли на территорию Франции, я на них напал. Я там пограбил все их территории. Правда, там еще остались калидонцы в Элдоне. Не знаю, какая с ними ситуация. Рейтинг силы 17-й. Мы сейчас с вами очень сильно ослаблены. И, по сути, реально умираем от голода. У нас не хватает денежек для того, чтобы себя нормально обеспечить. Снова восстают британцы. Снова нам придется с вами, ну, высаживаться и с ними начинать воевать. Да, пикты покидают абсолютно, уходят все их армии. Или, погодите, тут, по-моему, помесь. Я вот, видите, у них очень схожие иконочки, и они похожи друг на друга. Я их постоянно путаю. Но это интересный момент. Если покидают территорию Эбданы, они оставляют свои провинции неприкрытыми. Но я пока что, видите, завязан на этом Лондоне, ввиду того, что тут постоянные восстания происходят. Я ни туда, ни сюда не могу рыпнуться, если я планирую здесь закрепиться вот именно надолго. Прям засесть здесь так, чтобы уже очень крепко и уверенно себя чувствовать. На это требуется, естественно, время. На это требуются у нас с вами определенные... Так, противник начал осаду. У нас повышается империя, и срок службы Горульфа истек. Мы же с вами нападаем на британцев, которые наш Лондон осадили. Ребятки вообще, конечно, безумные психи. Давайте добьем этих тварей. Кстати, армия довольно неплохая. Но сходу они, естественно, не могли бы взять население. Хорошо, что они не появились там в другом месте. Пополняем мы с вами отряды. И я решил продовольственные вопросы, судя по всему, да, на территории Британии. Хотя нет, еще до сих пор не построилось. Но пища и плодородие минус 27. Ничего, скоро разберемся. Скоро там появится у нас амбар. То есть Эбданы вместе... Погодите-ка, так это завоевали Эбданы. Опа-па. Что-то, ребята, очень сильно тут, конечно, лоханулся. Стоимость возведения постройка Орды. Давайте мы с вами Алчного прокачаем. То есть это были Эбданы. А, это уже меняет. Все аспекты. Я, знаете, зря на пиктов бочку нагнал. Да, это было очень зря. Но прежде чем я начну сейчас быковать на Эбданов, я думаю, имеет смысл взять и подождать, когда вот эти вот товарищи к нам притопаются. Отрясатели земли. Давайте возьмем себе скорость исследования фракции. Берем такую замечательную вещь. Нанимаем здесь... Мы с вами себе нового полководца. Плевать, кто он будет. Скорее всего, из других семейств. Собираем себе армию. Передаем этой армии всех наших топорников. И это войско сейчас будет топать у нас... Будет топать на территории Британии. В принципе, можно его, конечно, и так отправить. Но, я думаю, проще по морям. На ускоренном марше он туда отправится. Ну, хорошо. Я тогда, знаете, как сделаю. Я подожду, пока Эбдана будут развивать этот корений. Мы с вами садимся в Лондинии для того, чтобы, ну, хотя бы, знаете, восстановить численность своего войска, которая очень сильно пострадала в пучине всех этих передряг. Далее, Камаладун я перестроить не могу. В торп. 7000 требуется. Посмотрим, что у нас в Алабу. Рыбацкие порты, торговые причалы, общественный порядок, богатство 450. Ну, это денежки можно получать. Но я не рискую, ребятки, сами понимаете. Я пока что жду, чтобы там восстановился общественный порядок, чтобы было все более-менее хорошо. Посмотрим. Дурак Артуром, скорее всего, противник будет пытаться захватить. Беремся богатство и рвение. Можно, в принципе, взять себе вот на общественный порядок. Но я, наверное, передам его вот товарищу, который сидит у нас в Сканзе, Гарульфу. Давайте мы передадим художник, чтобы общественный порядок был получше. И заодно проверим, будет ли это дело работать. То есть у нас сейчас с вами единичка должно стать 6. Пока что такие планы с вами сильно связаны. Но Эбдана покидают территории, они уплывают вообще очень-очень далеко. По сути, оставляя открытым Сегонти. Это шанс, которым необходимо воспользоваться. Но время тоже играет против нас. То есть нам необходимо ждать. Ждать, пока пребудут подкрепления с этими топорниками. Но как только они сюда прибылут, мы получим неоспоримое преимущество. Поскольку топорники — это реально очень мощный отряд. И даже в штурмовке городов они себя чувствуют замечательно. Просто они рвут и мечут. Я специально перед этим тестировал все это дело в битвах пользовательских. И даже эти топорники могут отряды, которые сильнее их по статам формально, они их спокойно могут разбить. Ну, в общем, ждем, ребятки. На Восточной Римской империи тут тоже проблемы всякие. Появляется голод. Опять у нас начинается голод. Как всегда, государственное дело, состязание, взлословие. То есть, получается, мы с вами сейчас будем нести потери, да? Печалька, печалька. В Лондине восстания пока что нет. Ну, что нам остается? Нам остается только взять и... Ну, давайте попросим у пиктов. Возможно, они нам дадут проход. Ребятки, давайте проход. Пожалуйста, я вас очень прошу. Они отвергают наше предложение. Шайтаны. По сути, меня просто на голодную смерть бросают в этом регионе. Когда уже этот амбар достроится через один ход? Ну, мы с вами уходим в море. Будем питаться рыбой. Что еще можно сказать? Выбора у нас нет никакого. Далее, ребятки здесь на удвоенном марше. Прямо ускоряются и топают-топают они на территории Британии. Через три хода они сюда придут. Дурак Артурум завоевываются у нас эбданами. Слушайте, ну, уже нельзя, по-моему, тут смотреть, как эти эбданы просто берут и наращивают свою силу. У них уже десятый рейтинг по силе. Мы с вами можем просто взять и проморгать вспышку. Но я надеюсь на то, что они вяжутся в какую-нибудь войнушку там, неприятную для себя. Либо с пиктами они начнут конкурировать. Арнгрим. Принять участие, один из ваших полководцев. Участвовать лично. Поручить воителю. Давайте участвовать лично. Главное, чтобы я там не сдох в этом состязании. А то, знаете, очень и очень буйные головы могут быть. Так, Гарульф, губернатор у нас, да? Ты у нас получил, соответственно, общественный порядок. Давай тогда пищу плюс пять, чтобы у нас пища была получше. Опа. Все равно... Все равно единичка осталась. То есть, походу, это не действует. Тогда мы с вами сейчас этому Гарульфу уберем. Гарульф. Просто, видите, уже давненько ватилу не играл. Боевой дух. Убираем мы с вами отсюда. И я хочу передать, вот, допустим, ему. Этого художника. Общественный порядок плюс пять. Тем более, что там... А-а-а-а. Слушайте, нет, все работало. Ха. Это у нас просто волобу. Общественный порядок еще ухудшается. Вот это поворот, конечно же. Вот это поворот. Ладно, тогда убираем. Зря я так нагнал на этого Гарульфа. Давайте к нему опять вернем. Художник, он уже, знаете, не понимает, куда ему вернуться. То ли к нему, то ли не к нему. Ну, ну, хорошо, пусть тогда сидит здесь. Мы с вами тогда тут еще возьмемся скандинавский отряд. Небольшое войско. И войско водоназа у нас идет туда. Тем временем, в Лондине, в Лондине сидеть сейчас бессмысленно, только на следующий ход, когда у нас с вами уже восстановится и построится амбар. В общем-то, Эбданы ведут очень агрессивную внешнюю политику, как вы могли заметить. Мега агрессивная внешняя политика, конечно же. И мы с вами в ней не участвуем пока что. Мы просто затаились. Возможно, уже нас просто не принимают в счет. Бронительный союз предлагает кето, отлично. То есть, Эбданы, они просто взяли и прошлись по моим территориям, по Лондине. И я с ними не заключал договор о проходе. Это формальный повод взять на них и напасть. Потому что, ну, видать, ребятки настолько офигели. Видать, им показалось, что мы настолько... Ну, не способны здесь что-то говорить, что они просто взяли и прошлись. То же самое сделали и пикты. Я не знаю, какие взаимоотношения между пиктами и Эбданами. Может быть, они там и заключили что-то между собой. И меня уже просто не принимают здесь. Да в любом случае, один из них за это должен поплатиться. Военные амбиции, скорость исследования плюс 20 для военной стези. Мы с вами разбиваем британцев. Хотя бы здесь теперь нет проблем с едой. Народ не умирает от голода. Это очень хорошо. Нам надо восстановить свои войска. Сбалансированные мы с вами выбираем. И пополняем наши отряды. Зато прокачивается правитель. И то хорошо. Садимся в Лондине. Минус 5 здесь с общественным порядком. Далее амбар. Что у нас с пищей вообще? Пищи все равно очень мало ее. Хранилище можно построить, правда. Но придется строить хранилище. Военные причалы рыбацкие. Общественный порядок минус 2. Зато пища. Здесь особой разницы нет. Давайте пойдем тогда в хранилище. Так как Лондон, он более удачно защищен. А разрушители Рима берем себе боевой дух в боях против римлян. Такое вот улучшение. И корабли воинства Водоназа постепенно к нам прибывают снова и снова. То есть видите, уже один ход остается, они уже будут здесь. Далее Эбданы. Что у них там? Десятый рейтинг силы. Довольно мощные ребятки, да? Красавчики. И отношения с ними ухудшаются. Потому что мы перешли границу. Конфликт религий, неприятие культуры и прочее, прочее. Но у нас есть очень важный союз с товарищами геттами. У нас есть теперь с ними более того военный союз. Я не знаю, конечно, будут они за нас впрягаться в этих боях или нет. Но получить такого мощного союзника, это, ребята, неплохо. По крайней мере, моя задница на территории Дании, она очень хорошо и плотно прикрыта. Геты там меня могут реально спасти и помочь. Распускаем с вами трейлов. Один отряд. Ну и ждем, ждем. В Лондоне надо хоть как-то стабилизировать ситуацию. То есть, сейчас я сделаю так, что они восстанут. Я подожду еще один ход, а потом придется мне, наверное, уже лично принять участие в этом бою. Потому что армия будет чуть посильнее этих восставших. Договор не нападение. Страхует свою задницу Эбданы. Нет, ребятки, погодите. Мы так не договаривались. Вы проходите по моей территории, вы вторгаетесь в мою сферу интересов. И после этого пытаетесь меня тут на договор не нападение развести. Так дела не делаются. Придется отвечать за свои действия. Но чуть позже. Так, выплаты вступить в войну против данных. Воу-воу-воу-воу. Гетто, братишки, ты пещал помочь мне, брат? Держишь ли ты слово? Дай мне копья. Пошли воинов, чтобы остановить моих врагов. Да я не хочу с ним расторгать. Они требуют вступить в войну. То есть ты уже в войне. Но я... Я обязан просто соблюсти соглашение. Я вступаю в войну. Хоть это мне и не совсем выгодно. То есть придется еще там дополнительных топорников себе нанимать. Но, возможно, геты сейчас разобьют данных в море или на полях сражений. А я смогу занять поселение. Ну, мне кажется, это, знаете, такой слишком утопический исход событий. Геты... Геты, я думаю, сами пытаются их там взять. Но я всегда не против того, чтобы на халяву получить себе какой-нибудь регион дополнительный. Почему бы и нет? Сейчас мы с вами на это посмотрим. Так, состязание в заслове. Влияние плюс 10. Новая особенность. Переговорщик. Умиротворение. Общественный порядок плюс 5. Шикарно. Шикарно. Очень даже и неплохо. Опа. А тут у нас, походу, немножко другая ситуация. Тут у нас, походу, с вами немножко иная ситуация. Ну, ладно, я Хафан захвачу на следующий ход, получается, да? Да, я Хафан возьму на следующий ход, но тут две армии этих Данов стоят. Блин, это очень, конечно, не в тему тут у нас получается. Ладно. В принципе, можно вернуть воинство в Аданаза, как вариант. Оно здесь недалеко. У Данов какая армия? Я даже не могу понять, какие войска у Данов. А где войска гетов, ребята? Рейтинг силы 56. Воу-воу-воу. Похоже, я тут немножко уже проборгал вспышку насчет того, кто более сильный на этих территориях. Интересно, интересно. Берсерки ужаса. Тогда нам придется с вами немного отложить планы по завоеванию Британии. Да, придется мне все это дело отложить. Скандинавских разбойников я пока что оставлю. Скандинавский отряд тоже. Ну и нам надо это воинство в Аданаза сейчас в срочном порядке, просто в срочнейшем везти сюда. Чтобы захватывать Хафан. Неприятно, но что поделать. Такая вот у нас судьба. Возьмем Хафан с помощью наемников, я думаю, сотрясателей земли. Какой там у них гарнизон? Гарнизон у них... Ну, слабенький гарнизон, конечно, сможем мы его захватить. Думаю, без проблем. Но планы меняются. Так. Возможно, пикты... Ой, Аданы. Они и в курсах, что там у нас происходит. И наверняка до них дошли сведения о том, что один из кораблей отправился обратно. А, может быть, они попытаются на нас и побыковать. Так, а что у нас тут свеба еще? Но все это, конечно, очень и очень... Очень плохо для меня, потому что делят Западную Римскую империю, в то время как я вынужден просто заниматься междоусобицей. Но, с другой стороны, для нас это шанс получить под себя полностью регион, если я тут все грамотно разыграю. Если у меня получится это сделать, конечно же. Но дергать оттуда из Лондиния войска сейчас я не могу. Мне тут надо своими проблемами заниматься. Решать вопросы с продовольствием. В чем у нас проблема вообще? Сложность, это не беда. Вопросы веры. Налоги, еда, иммигранты, политическая ситуация. С религией у нас германское язычество постепенно растет, плюс 2%. Ну, рано или поздно мы с вами, мы с вами тут должны переделать под себя все это добро. Но начинается довольно интересный аспект. И, блин, если бы воинства Водоназа не было на ускоренном марше, я бы мог себе нанять еще побольше топорников, чтобы поувереннее себя чувствовать. Вопрос, как будут действовать данные. Вернутся ли они, чтобы защитить свой Хафон или нет? Блин, конечно, очень тяжелая ситуация. Даны. Геты правопрохода. Так, Даны садятся на корабли там, походу. Или осаждают Храфт Нескольт. В общем, задача Храфт Нескольта продержаться как можно дольше. Просто попытаться там, ну, что-то сделать, постоять как-нибудь. Чтобы я успел развернуть вот эту авантюру с Хафном. Можно там вообще все снести, уничтожить полностью это поселение, до лучших времен там оставить товарищей. Но мы всегда с вами успеем просто взять и покинуть это поселение. Я думаю, пока что не будем прибегать к настолько крайним мерам. Покинуть я всегда успею этот город и оставить противника ни с чем. Нам бы еще свою столицу удержать. Это другой аспект. Так, благородный отпрыск. Стоят две их армии, получается, да? И мы с вами теперь рядом с Хафном. Берем себе наемный отряд топорников. Берем себе наемных тралов-застрельщиков. Наемных воинов-волков берем себе еще. Я, наверное, подстрахуюсь. Возьму себе еще наемники с анагром. Берем Хафн. Тут войско у него не особо-то интересно. В основном это корабли. Высаживаться они будут. Давайте посмотрим. Я, по-моему, даже ни разу лично бой не проводил. То есть это у него тут раз корабль, два корабль. Треллы-застрельщики. Ульфгар. Давайте сбалансированный режим. Забираем мы с вами Хафн и противника. Потеряли один отряд. Решительная победа. А-а-а... Раскорабляем. И оккупируем. Эта фракция станет вашим марионетом государством. Ха-ха-ха. Интересный, кстати, моментик можно тут сделать. Можно Данов своей марионеткой сделать. Как вариант. Но они же Храфт Несхольд наверняка захватят. Блин, тут надо подумать, ребятки. Мы сейчас можем взять и успокоить Данов. Прям... Прям вот очень быстренько. Просто воевать с теми, там сколько, две фулл... Два фуллстека мы тут настолько надолго завязнем. Настолько надолго мы тут с вами завязнем, конечно же. А можно ли разорить и подчинить, интересно? Я вот этот моментик не знаю. Да, у них мощные войска. Стоит ли игра свеч? Просто вот в чем вопрос. Мы, конечно, можем себе попробовать получить этот регион. Но они наверняка будут как-то вместе топать. А так у нас эти две армии становятся на наш путь. Подчинить. Я подчиню противника. Хафт будет нашим. Да, я вот так тогда сделаю. То есть сейчас Даны под нами. Находится договор из Гетты. Давайте мы с вами еще с ними торговлю. Обязательно попробуем заключить, вступить в войну против рук неоткрытой фракции. Нет, отвергаем мы с вами это соглашение. Все, вы, то есть мои марионетки. Гетты воюют с Данами, но при этом являются моим союзником. Что самое удивительное. Интересно вообще волки пляжа, да, ребята? Это, то есть мой союзник воюет с моим, с моим Данником, по сути. Распускаем отряды. Возвращаем войска. Ну, то есть я сюда зря, по сути, пришел. Ну, ладно, возвращаемся на территорию Британии. Ну, мне, знаете, поле выгодно все-таки туда смотреть. С вот этими двумя армиями, кровавые топоры, ледяные братья. Хотя они сейчас очень сильными станут за счет Крефна Скольта, если они его захватят. Возможно, я тут, конечно, и оплошал очень сильно. Но я сейчас, думаю, не смогу с ними просто взять, так и спокойненько бороться. Что у нас с господством и контролем? На роль старейшины кто у нас может пойти? Горольф, идешь на роль старейшины. Дружинник у нас тут уже есть, все у него хорошо. Ну, и можно, в принципе, флоки дать. Должность, как вариант. Но он очень сильным становится, этот флоки. Но в любом случае пока что не сильнее. Ладно, даем ему дружинника. Пусть другие семейства тоже почувствуют свою власть. Совсем уж их обделять не надо. И в Камаладуне я могу построить что-нибудь. Что-нибудь. Пища у нас хотя бы здесь на четверочку уже стоит. Причал. Что можно здесь построить? Священную землю для влияния религии. Хозяйство. Дом вождя. Дом вождя нам даст потом Хирт и Хускарла. Но это очень много денег надо будет потратить. Мастерская, ремесленника, кузница. Это отряды скандинавских топорников. Очень даже неплохой вариант. Плюс анагры, стрелки. Можно попробовать и мастерскую, ремесленника. Но мне кажется, что надо сейчас здесь как можно быстрее разобраться с религией. Потому что религия это камень преткновения этого региона. Пока мы тут с вами под себя не подомнем. Религиозный аспект. Нам здесь будет очень тяжело. Неприсвоенный навык есть у флоки. Тогда бери ему пищу плюс пять. Пусть у нас хотя бы тут пища четырнадцать будет. И народ заживет в изобилии. Интересно разыгрывается партия. Вы знаете, я всегда скептически относился к Атиле и Тоталвар. Ой, ко второму Риму. Потому что мне казалось, что здесь нельзя отыгрывать такой ролевой элемент. Что здесь политика не решает. Как раз таки наоборот. Здесь вот такие нюансы очень хорошо проработаны. Можно сказать, что Тоталвар Атила это вершина вот этой линейки развития. Эмпайр Тоталвар. Рим 2 Тоталвар. То есть они как бы... Эта игра, она как бы подытоживает. Выбрала в себе все самое лучшее. И у нее хотя бы можно играть. Потому что Рим 2, он все-таки там во многих вещах такой ограниченный. Там есть подводные камни очень неприятные. И просто банальные ограничения вот самой игры. Но хорошо. Мы с данными разобрались. Я отвел от себя эту беду. Вопрос только в том, не взбукуют ли они потом на меня. Либо же они там... В принципе есть куда идти. Есть куда развиваться. Куда там тупать. Поэтому пусть занимаются своими делами. Благородный отпрыск. Отлично. У нас с вами родился сын. Достойная пара. Один из наших хочет жениться на своей возлюбленной. Гудлейкер. Благословить. Контроль минус 2. Личное влияние. Заход. Муж, если правит. Гудлейкер. Благосклонность. Ну давайте благословим их. Хотя он там будет получать, конечно же, очень большое влияние. Гудлейкер. А, ну это просто полководец. Тогда это не страшно. Мне казалось, что это либо флоки, либо там еще кто-то у нас будет. Тогда это не беда. Мы с вами строим здесь священную землю. Да, проникновение религии. Плюс один. Для германского язычества. Плюс еще общественный порядок у нас вдобавок ко всему будет здесь находиться. Давайте священную землю построим. Далее. Наша флотилия. Уже ребятки, наверное, задолбались тут. В таком постоянном непонятном аспекте. Они то ли им идти туда, то ли не идти. Садимся в Алабу, потому что там общественный порядок уже очень большой. Хрев Несхольд по-прежнему осаждается. Хотя, нет, перестали они осаждать. Геты помирились, что ли? Да, геты помирились. И они еще в военном союзе с этим пацанами. Так, данные. Торговлю вы мне не хотите давать шанс на успех. Уверен и отлично они принимают наше торговое соглашение. Теперь по поводу англов. В принципе, можно было бы и на англов побыковать, конечно же. Но сейчас все мои войска находятся на западе, поэтому я не в том положении. А вот теперь касаемо Свебов и Эбданов. Десятый рейтинг силы. Да, они довольно мощные. Я просто не знаю даже, где их армии ходят. Я этого не вижу, к сожалению. Мы же с вами сейчас занимаемся переделкой Британии под себя. Я думаю, что сейчас будем нападать, скорее всего, на Сегонтии. Хоть это и очень бедная провинция. Вот Эвлана, это да. Да, Эвлана, это очень круто. Там реально большое богатство сосредоточено. Но пока я туда дойду, до этой Эвланы. Хотя можно просто взять, пройтись по их территории, высадиться с моря, к примеру, с помощью топорников. Но я не знаю, есть ли у них тут армии, так как у нас под боком еще вдобавок ко всему сетят они. Но я думаю, что товарищ Гудлейкер, он может выступить в роли разведчика и просто спокойно посмотреть, как там обстоят дела. Посмотреть, поглядеть, увидеть, как говорится, и уже дальше действовать по плану. Сдаем мы с вами ход. Но Эвдана как-то, они, конечно же, очень опрометчиво поступают, что не стали они свои войска возвращать обратно к столице. То есть те территории, которые на Британии, это просто бомжи. Там мы с вами много денег не получим. А вот столица Эвлана, с нее можно реально очень даже неплохо. Защитники Варины, атакующие геты. Защитники Варины. Геты ищут приключения себе на пятую точку. Постоянно. По сути, я рассчитывал на то, что геты будут меня защищать. Получается наоборот. Военный союз, торговые соглашения, договоры о праве прохода. Я расторгну военный союз. Что геты, на мой взгляд, сейчас немножко не в адеквате. Им кажется, что я буду прям впрягаться за них в любую их движуху, в любую их войну. Надо было заключать именно оборонительный союз. Ну что поделать, мне пришлось расторгнуть этот союз. Ибо опять дергать ту армию обратно, еще против англов. Но, ребят, мы так с вами никогда не сможем разобраться с ситуацией на территории Британии. Мы так и будем. Вечно втянуты во всю эту мешанину на территории Дании. А геты... Ну, простите, ребята, что поделать. Предаю я, конечно, гетов. Но выбора у меня особого тут не было. Я не могу брать и пытаться усидеть сразу же на двух стульях. Так невозможно. Это не получится. Хотя у нас сейчас наверняка наша репутация будет... Подорвана. Хотя надежность надежной. С гетами отношения очень сильно ухудшаются. Разорванные договоры. Так, у нас с данными все хорошо. Отношения дружественные. Налеты, блокады. Это не страшно. Это не беда. Но посмотрим, до чего дойдет жизнь гетов в этом регионе. Все у нас будет с вами, друзья мои, в следующих сериях. Прибывают, наконец-таки, воинства Водоназа. В кои-то веки они уже здесь. Прибывает эта армия, которая, по сути, должна спасти регион. Передаем мы с вами войска. Скандинавский отряд оставляем. Таким вот образом обмениваемся. Все, есть у нас берсерки ужаса. Почти фуллстековая армия. Наемников еще можем взять себе. Добавка всему там всякие анагры. Ты, друг мой, воинством Водоназа топаешь сюда. Посмотреть надо, что там друг Артуром. Хотя он тоже не особо богатый регион. На этом, я думаю, можно закончить нашу серию. Все самое интересное только начинается, друзья мои. С вами был Диодант. Всем удачи и пока-пока.